МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Научный интерес. На этой неделе в Гомельской области во второй раз отметили Всемирный день науки. Его участники поделились с нашими корреспондентами информацией о своих новых разработках. Покупатель выбирает и голосует рублем. Пользуются ли спросом товары, произведенные в нашей области? Стоит ли ждать скидок и распродаж грядущим праздником? Ответы в актуальном интервью. С какими сложностями сталкиваются курсанты автошкол? Какие ошибки допускают на экзаменах? И какой процент учащихся проходит все испытания с первой попытки? Наш корреспондент Марина Джалая тоже решила пройти путь от пешехода до водителя. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Гомельской области во второй раз отметили Всемирный день науки. Рекомендации о его проведении были приняты в 1999 году на Всемирной научной конференции в Будапеште. Еще через два года соответствующее решение приняло ЮНЕСКО. О прошедших в регионе мероприятиях и достижениях ученых материал наших корреспондентов. Институт механики металлополимерных систем Национальной академии наук. В этом учреждении журналисты телерадиокомпании Гомель обывали неоднократно. Причем всегда по весомым поводам. Исследования в области авиации и космоса. Создание высокопрочных материалов для работы в заданных климатических условиях. Участие в различных союзных и государственных программах. По сути, сегодня институт – это академический научно-исследовательский комплекс. Что касается востребованности, то здесь есть такой небольшой парадокс. Дело в том, что мы идем несколько впереди, чем промышленники. И в какой-то мере мы диктуем им, что будет завтра. И какие необходимые материалы, и какие материалы будут использованы. Ну а когда материал появляется новый, с уникальными свойствами, естественно, заинтересованы в нем все. Среди последних разработок Института механики металлополимерных систем новые материалы для нефтегазовой отрасли Беларуси. Причем те же фильтрационные материалы служат практически втрое дольше импортных аналогов и более конкурентоспособны по ценовому фактору. Вместе с тем ученые не скрывают – проблемы в их работе тоже существуют. Даже для того, чтобы получить международный патент, сегодня требуется значительное для наших научных институтов средство. Есть трудности технического плана. Да и для потенциальных белорусских заказчиков стоимость исследовательских работ часто достаточно высока. Технических возможностей часто финансирование, потому что бывает такое, что разработка требует больших вложений, но источников, в общем-то, не хватает. Поэтому тоже, в общем-то, это ограничивает наши возможности. Среди главных задач Всемирного дня науки – повышение уровня информирования общественности о важности научных разработок как для общества в целом, так и для каждого человека в отдельности. По этой причине на торжественном собрании ученые разных поколений, представители общественных организаций, учащиеся колледжи и студенты вузов. Есть два критерия – соответствуешь ты или не соответствуешь. Первый критерий – это уровень научных публикаций. Если ты опубликуешь в высокорейтинговых международных журналах, значит, это мировой уровень. И второй критерий – если твоя продукция, то, что создано инженерами на базе твоих разработок, востребована на мировых рынках и за это готовы платить и платят в твердой конвертируемой валюте, то это тоже мировой уровень. По сути, сегодня наука должна не только показывать реальному сектору экономические ориентиры, но и помогать в их достижении. В первую очередь речь о создании конкурентоспособной продукции. Просто выйти на рынок, в том числе зарубежной, сегодня уже недостаточно. Нужна инновационная продукция, нужно обновление каждый год минимум на четверть. За четыре года должна смениться полностью номенклатура выпускаемой продукции, иначе на рынке не удержишься. А для того, чтобы это происходило, нужно опираться на передовые научные достижения. Один из путей развития белорусской науки – создание совместных предприятий с зарубежными партнерами. Или, как вариант, проведение совместных исследований. В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорина среди приоритетных направлений – исследования в области вакуумно-плазменного синтеза покрытий. Начинали с увеличения срока службы металлических изделий. Сегодня вместе с китайскими партнерами реализуют проект по антибактериальному покрытию медицинских имплантатов. По крайней мере, в Беларуси подобного не делает никто. Мы пытаемся нанести покрытие, которое помимо антибактериального действия является источником микроэлементов, которые способствуют более интенсивному наращиванию костной ткани. Это новое направление ортопедии. Это, в общем-то, если у нас получится, я думаю, это обязательно будет сделано. Это определит совершенно иной уровень оказания медицинской помощи. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях, уходящих с 7 дней. 7 ноября во всех городах Беларуси отметили 100-летний юбилей Октябрьской революции. В Гомеле программу мероприятий составили торжественный митинг, закладка капсулы с посланием к потомкам и реконструкция революционных событий. Чем еще была отмечена эта неделя? Расскажем далее в обзоре. Праздничные мероприятия 7 ноября открылись митингом у Кургана Славы. Памятник был создан в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Землю свозили с мест, где проходили наиболее тяжелые сражения. Курган стал еще и носителем капсулы времени. Здесь в 1967 году оставили послание потомкам, которое было завещано вскрыть спустя 50 лет. Капсулу достали из Кургана и на ретро-автомобили доставили на площадь Ленина. Послание озвучили перед участниками митинга, который предшествовал церемонии закладки новой капсулы. Послание потомкам вскроют спустя еще 50 лет, в 2067 году. Далее на территории Гомельского дворцево-паркового ансамбля состоялась историческая реконструкция событий 1917 года. Ее показали члены военно-исторического клуба «Честь мундира». Для наглядной демонстрации событий вековой давности место выбрали не случайно. Именно здесь заседал Совет рабочих и солдатских депутатов, провозгласившие в ноябре 1917 года победу советской власти в Гомеле. Больше двух метров в высоту – Орден Красной Звезды на мундире и легендарный мотоцикл М-72. В Гомеле к столетию белорусской милиции открыли памятник милиционеру. Торжественная церемония прошла накануне Дня чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МЭД Беларуси. Памятный знак установили недалеко от железнодорожного вокзала. По словам автора композиции, скульптора Валерия Кондратенко, его герой – это собирательный образ, фронтовик, который после войны пришел на службу в органы внутренних дел. Тем временем в Реческом районе открыли памятный знак первопроходцу в поисках белорусской нефти, этнографу и поэту Михаилу Громыко. Архитектурная форма появилась на малой родине ученого в деревне Черное Реческого района. Она установлена на гранитном валуне весом в несколько тонн. На металлическую табличку нанесены биографические данные нашего знаменитого земляка. К слову, поиски нефти в Реческом уезде он начал еще в 30-е годы прошлого века. Однако закончить работу не удалось. Его арестовали и выслали за пределы Беларуси. Реабилитирован он был в 1957 году, а его предположения о наличии залежей черного золота подтвердились более чем через три десятилетия. Уйковечить память земляка предложили местные краеведы. Их инициатива была поддержана депутатским корпусом, районными властями, промышленными предприятиями. Обветки порадовали поклонников здорового образа жизни. На площадях городского стадиона открылся спортивно-досуговый комплекс. Площадка оборудована по местной инициативе в здоровом теле «Здоровый дух». На реализацию инициативы затрачено около 14 тысяч евро. В распоряжении жителей ветки появился современный спортивно-досуговый комплекс, состоящий из двух секций. Первая – воркаут-площадка. Вторая – локация – площадка для юных автолюбителей со специальной дорожной разметкой и перемещающимися по ней тремя мини-электромобилями. На этой неделе в Гомельской области завершили строительство первой бетонной дороги местного значения. Она связала две деревни в Калинковичском районе. Правда, пока движение по ней еще не открыто. Бетонной конструкции необходимо время, чтобы окончательно набрать прочность. Реализация проекта осуществляется в рамках правительственной программы развития и содержания автомобильных дорог. С ходом работ ознакомились наши корреспонденты. Большинство местных дорог на Гомельщине построено в 70-е-80-е годы прошлого века. Их ремонт необходимо было проводить еще в начале 2000-х. В результате асфальт часто не выдерживает ни даже минимальных нагрузок, ни сезонных перепадов температур. Жители деревни Бобровичи решение об обращении в органы власти с просьбой о ремонте дороги принимали на общем собрании. Потому что она в каком-то таком нехорошем состоянии была, тем более у нас в четыре раза ходит транспортное средство, то есть автобус до Калинкович. Люди очень много ездят на работу, возвращаются обратно, поэтому нам действительно эта дорога нужна была как воздух, вот каждый день. Для сельчан в Калинковичском районе решили построить, по сути, новую дорогу. При этом вместо традиционного асфальта впервые использовали бетон. Это немного дороже, зато дорогу с таким покрытием можно использовать без каких-либо ограничений. На асфальтовые дороги есть ограничения 10 тонн на ось, а на бетонные дороги такие ограничения сняты. То есть любые погодные условия, любой транспорт. Бетонные дороги имеют много преимуществ, если строго придерживаться всех технологических требований, они могут находиться в эксплуатации без ремонта до 40 лет. Кроме того, если в основе асфальта бетум, получаемый из импортного сырья, то для производства бетона все необходимые компоненты есть непосредственно в Беларуси. Пожалуй, единственная проблема – нехватка кадров в соответствующей квалификации. Для строительства бетонки необходимы и другие технологии, и другая техника. Новый вид работ, конечно, если его освоить, сложности особо и не будет. Ну а так, ну как-то, сходу перейти сложновато. Поэтому мы пригласили сюда и работников Гомель-Брусовщего, помогали нам, и технически сопровождали эти виды работы. Протяженность первой на Гомельщине дороги местного значения с бетонным покрытием около полутора километров. Она связала две деревни Калинковичского района – Бобровичи и Булавки. Однако движение по ней начнется только примерно через месяц. Это время нужно для того, чтобы дорожное покрытие стало полностью пригодным для эксплуатации. Олег Сентюров, Анна Ковалева, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Калинковичский район, новости недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще на первом занятии преподаватель напомнил, чтобы учили, где лево, где право, и не путали педали газа и тормоза. Курсанты восприняли это с юмором и лишь на практике осознали, что в экстренной ситуации при отсутствии водительского опыта и хладнокровия забыть можно обо всем на свете. В «Гомеле» будущих водителей готовят в 16 автошколах. Ежегодно курсантами становится порядка 8 тысяч человек, причем около 65% – женщины. Для кого-то это дань моде, кто-то долго и осознанно готовится к такому шагу. Светлана Борисейко пересесть с пассажирского места на водительское мечтала давно. С рождением ребенка желание превратилось в необходимость. Очень удобное средство передвижения. Не надо таскать на себе коляски и все остальное. Учиться мне здесь нравится. Доступно преподается материал. Как бы то ни было, но в результате даже успешного обучения, завершившегося получением водительского удостоверения, не лишним было бы еще перед началом занятий вести обязательную консультацию психолога. Она поможет понять, каждый ли готов стать водителем. К сожалению, нет такого правила, как проверка психологам людей, которые пришли сюда. А это нужно бы сделать, потому что не всякий готов к дороге. И придя сюда, иногда люди понимают, что они не созданы для этого. В каждой группе обязательно находится такой человек. Хотя до конца учебы доходят не все и в силу других причин. Порой курсанты думают, что заплатив деньги, они гарантируют себе получение водительских прав. Но это не так. Терпение, усидчивость, ответственность, способность быстро соображать и принимать молниеносные решения на дороге – все это немаловажные факторы. Даже после внутренних испытаний в автошколе, которые могут пройти у многих без сучка и задоринки, сделать все то же самое в ГАИ не каждому по силам. Здесь они привыкли. Привыкли к обстановке, привыкли к преподавателям, привыкли к инструкторам. Это уже такая, хоть и кратковременно сложившаяся, но семья. С долей ответственности как одних перед другими, так и наоборот. В ГАИ на экзамене, на квалификационном экзамене – это другие люди, другая обстановка. И, как любой экзамен, это всегда состояние стресса для человека, который его сдает. В итоге с первого раза водительские удостоверения получают чуть более половины экзаменуемых. В остальных это выходит примерно с третьей попытки. Есть и те, кто так и остается пешеходом. Но все же, анализируя экзаменационную статистику ГАИ, можно выделить самые распространенные ошибки, которые отодвигают получение удостоверения и вынуждают доказывать свои умения повторно. В основном это идет раздел маневрирования. Своевременное включение поворотов, своевременное выключение этих поворотов, перестроение. Как правило, курсант автошколы не совсем воспринимает, не оценивает дорожную обстановку и не учитывает свою скорость и скорость приближающегося транспорта. Кроме того, водителям и молодым, и опытным не нужно забывать, что дорожное движение – это не только автомобили. Это и пешеходы, которые часто очень торопятся куда-то, надеясь на бдительность водителей и рискуя своей безопасностью. С начала года 12 ДТП с тяжелыми последствиями спровоцировали дети. Юные велосипедисты, которые не знают простых правил движения по дороге. Переход проезжей части не там, увлеченность общением по телефону, наушники с громкой музыкой в ушах. Всего за 10 месяцев с участием несовершеннолетних на дорогах области произошло 38 ДТП, в которых ранения получили 35 детей. В жизни еще четверых оборвались. Поэтому в последнее время к профилактическим мероприятиям, которые проводятся силами или по инициативе ГАИ, добавились и совершенно эксклюзивные акции. Например, бесплатный проезд во время осенних каникул для учеников младших классов в маршрутных такси. Условием было предъявление фликера. Или организованная для учеников импровизированная экскурсия в школьном автобусе в сопровождении инспекторов ДПС. Ехали по Гомельским улицам с самым интенсивным движением и показывали, как выглядит дорога и пешеходы с места водителя. Дети поняли, насколько опасно выходить не то, что на проезжую часть, а даже не осмотревшись на пешеходный переход. Водитель, конечно, затормозит, но бывает, что уже поздно. В связи с тем, что пытаемся достучаться до людей, чтобы они чаще использовали фликеры, световозвращающие элементы, хотим в темное время суток провести такую небольшую акцию людям, которые без фликера, выдавать жилеты световозвращающие. В первую очередь родители своим примером показывают, как правильно надо переходить улицы на разрешающий сигнал светофора. То же самое родители показывают пример, носят световозвращающие элементы. Но сколько бы сотен мероприятий не проводили инспекторы ГАИ, как бы ни старались с профилактикой в садах и школах, все же азы самосохранения должны быть заложены в семье. Когда родитель ведет ребенка на красный свет, предупреждая, что с папой или мамой так можно, а сам не ходи, то что тут скажешь? Чтобы быть спокойными за безопасность своих детей не только на проезжей части, но и рядом с домом, нужно беречь их жизни заранее, показывая только правильный пример. Марина Джалая, Павел Антонов, Игорь Морищенко. Новости недели. Гомельская область – крупнейший производитель продовольственных и промышленных товаров в стране. Значительная часть продукции идет на экспорт и, надо сказать, пользуется спросом. А вот всегда ли за гомельского производителя голосует рублем местный покупатель? И что этому может помешать? Об этом и не только в актуальном интервью рассказал начальник главного управления торговли и услуг гомельского облсполкома Александр Качан. Александр Иосифович, не так давно встретил вас в одном из крупных магазинов одежды. А вот интересно, много ли в вашем гардеробе одежды под брендом «Сделано в Беларуси»? Не так часто меня можно встретить, наверное, в торговых объектах. Но на самом деле, во-первых, я патриот, поэтому, конечно же, предпочитаю именно наши белорусские вещи. И на сегодняшний день, я думаю, процентов на 90, если не больше, все вещи, которые есть у меня, это именно наши белорусские товары. Как насчет товаров и услуг, которые производит гомельщина? Много ли здесь по-настоящему уникальных производства, не только в масштабах региона, но и страны? Да, на самом деле, изучая продукцию, все-таки я по образованию по одному из моих товаровед, поэтому всегда смотришь что-то новое, интересное. И работая с производителями, они тоже стараются показать те новинки, нюансы, которые есть. Ведь вот многие, я думаю, что уже тоже попробовали, знают продукцию Туровско-молочного комбината. Те мягкие сыры, моцарелла, это наша, маскарпоне, это наши. Скажем прямо, уникальное производство в масштабах страны? Это уникальное даже в масштабах страны. Они больше нигде, кроме как на нашем Туровском молочном комбинате, не производятся. Сладкая кукуруза, она производится исключительно только в Туровщине. Это тоже только здесь у нас. Ну и по многим позициям, если мы так будем проходиться, у Спартака молочный пористый шоколад. Он не производится больше у нас нигде. Шоколад без сахара, он тоже не производится на той же коммунарке. Это наша именно такая вот своеобразная продукция. Много неповторимой посуды, наша добружеская фарфора, которой просто нет. Есть металлическая посуда, сандекс нового производства, которая у нас производится. И таких примеров можно привести достаточно большое количество. Несколько вопросов, которые поступили на горячую линию Беларусь-4. Проспект Победы в Гомеле превратился в Золотую улицу. Цитируя, здесь больше 10 ювелирных и всего несколько продуктовых. Как бы вы прокомментировали ситуацию? Ну, на самом деле, замечательная улица. И вот она мне нравится в том плане, что большое количество торговых объектов, то есть, наверное, ближе к таким европейским нашим представлениям о том, какие должны быть торговые улицы, если бы не одна проблема парковки, конечно, которой. И сейчас там работает 57 торговых объектов различной направленности. И я не сказал бы, что она все-таки золотая у нас, поскольку большее количество это магазинов именно одежды, обуви. А уже потом, да, 5 магазинов ювелирных действуют, но при этом 5 магазинов есть и продовольственной направленности, которые реализуют именно продукты питания. Поэтому... Это достаточно? Для именно вот этого, так скажем, исторического центра с небольшим количеством населения все-таки проживающего, это количество объектов должно быть достаточно. Конечно, ну, хотелось бы больше, я думаю, что выбора, наверное, наиболее такой шаговой доступности для наших жителей, которые проживают в этом районе. Но, к сожалению, то количество покупателей, которые могут покупать продукцию, не позволит получать доходы для того, чтобы покрывать те затраты на содержание торговых объектов, которые достаточно будут дорогими только даже из-за зарядной платы в данном месте. Поэтому два магазина у нас планируются к открытию в данном... Продуктовый? Именно на этой улице, да, продуктовый. Один из них должен открыться буквально в течение, я думаю, что ближайшего месяца-двух, и еще один крупный торговый объект должен открыться позже. Ну, есть, конечно, проблемы у нас с тем, что многие из торговых объектов размещаются в жилых домах, и, соответственно, если это продуктовый магазин, это, ну, достаточно шумно. Частый подъезд транспорта для разгрузки товаров, работа холодильного оборудования. То есть те же жильцы, которые требуют продовольственных магазинов, они же потом и жалуются на наличие этих же магазинов. Ну, может быть, это другие, но их же соседи жалуются на то, что, да, они не хотят, чтобы у них был в доме магазин. Хорошо. И еще один вопрос от наших зрителей. Крупная торговая сеть активно приходит в небольшие районы, плюсов много, но вот страдает местная торговля, сетуют жители региона. Крупные сетевики, по сути, вытесняют местных. Нельзя так сказать. Все-таки для нас в государстве созданы условия для того, чтобы каждый мог развиваться и выстраивать свой бизнес, в том числе это торговля, общественное питание, бытовые услуги. И закон о развитии торговли и общественного питания, он специально направлен на то, чтобы ограничивать развитие монобизнеса, именно в сфере торговли. На сегодняшний день по реализации продуктов питания, если торговая сеть, а это любой субъект, у которого два или более торговых объектов, если он превышает порог в 20% доли продовольственных товаров, реализуемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, то для него устанавливаются ограничения по развитию объектов. То есть на сегодняшний день то, что мы видим, один из крупных сетевых ритейлеров, которые заходят у нас в регионы, придя, открыв один крупноформатный торговый объект, они буквально в течение нескольких месяцев превышают этот порог. Мы на следующий год это видим. И больше они и магазины строят в этом регионе, неважно, это в райцентре. То есть рядом с Тарупой не появится, она в этом уже стоит. Они не могут построить, если они превышают 20%. Поэтому здесь четко это все государством регулируется на сегодняшний день. И вот, наверное, новшество, которое я хотел бы отметить, это 345-й указ президента наш, который был подписан в прошлом месяце, который направлен на то, чтобы, вот если такое будет действовать ограничение, то единственным местом, где они смогут развиваться, это те населенные пункты, которые мы определили под понятие сельской местности. А это наши деревни с проживающими до 150 человек. То есть, пожалуйста, они могут там работать с автолавкой, могут открывать магазины. Ну, а дальше мы будем смотреть и создавать дополнительные условия для жителей более крупных населенных пунктов. До новых встреч в эфире «Беларусь-4» и только хороших новостей. Спасибо. А теперь о наиболее значимых культурных событиях уходящей недели. В Гомеле стартовал третий форум классической музыки через тернии к звездам. В течение двух недель он будет сопровождаться проведением образовательных мастер-классов, творческих встреч с белорусскими музыкантами, а также серии ярких концертных программ. Торжественное открытие форума состоялось в Гомельском областном драматическом театре оригинальной комедийной постановкой «Опера в пижаме». Все музыкальное действие на сцене сопровождал Гомельский симфонический оркестр. Более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. В картинной галерее Гавриила Ващенко на уходящей неделе представили сразу несколько оригинальных творческих проектов. Здесь открылась фотовыставка «Белорусская Прага», а также звучали яркие джазовые композиции. В исполнении лауреата международных конкурсов Елены Гостинской. Картинная галерея в очередной раз продемонстрировала своим посетителям это превосходное место для таланта, творчества и вдохновения. В одном из залов сейчас можно увидеть фотовыставку «Юлий Мацкевич. Белорусская Прага». Творческий проект реализован при поддержке посольства Чешской Республики в Республике Беларусь. В представленных фотоработах запечатлены исторические места, дома и улицы, где в разное время жили многие известные белорусские личности. Первопечатнику и просветителю-гуманисту Франциску Скорине на выставке отведено особое место. Ведь именно в Праге в 1517 году он издал первую печатную белорусскую книгу «Псалтырь». В картинной галерее Гавриила Ващенко продолжается творческий проект «Муз-арт». Он реализуется совместно с Гомельской областной филармонией. На этот раз слушателям предложили погрузиться в мир ярких джазовых композиций. Концертную программу «Джаз Тайм Осень» представила солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Елена Гостинская. В ее исполнении под живой аккомпанемент фортепианной музыки звучали лучшие образцы советского, латинского и афроамериканского джаза. А в Гомельском городском центре культуры был показан познавательный спектакль для детей и взрослых «Трансформеры в поисках планеты». Гостей вечера ожидали невероятные приключения и знакомства с необычными инопланетными обитателями. На сцене развернулась интерактивная программа, которая сопровождалась оригинальными хореографическими номерами, увлекательными викторинами, а также грандиозным лазерным шоу. В Гомеле на уходящей неделе стартовал третий форум классической музыки «Через тернии к звездам». Его торжественное открытие состоялось в областном драматическом театре. Гости вечера увидели необычную музыкальную постановку опера в пижаме, комедийный спектакль, наполненный известными оперными ариями. В целом программа форума классической музыки будет сопровождаться проведением образовательных мастер-классов, творческих встреч с белорусскими музыкантами, а также серии ярких концертных программ. Они будут проходить один раз в неделю, каждую среду в 18.30 в областном драмтеатре. Музыкальное действие всех концертов будет сопровождать Гомельский симфонический оркестр. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. В рамках проведения третьего форума классической музыки в областном драматическом театре состоится концерт «Вечер виртуозов». В сопровождении Гомельского симфонического оркестра выступят талантливые музыканты из Беларуси и Италии. Концертная программа будет посвящена лучшим образцам классической музыки. А тем временем в Мозырском городском дворце культуры будет показана лирическая комедия «Не отпускай меня». Спектакль расскажет о том, что жизнь полна неожиданностей и что счастье может прийти к человеку в любое время и в любом возрасте. С самыми яркими культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова